Так, я там еще разочек всем отослала письмо с подключением. На случай, если вдруг что-то ушло в спам, я надеюсь, что это все-таки дойдет до тех, до кого вдруг еще не дошло предыдущее письмо. Поэтому если вам пришло второй раз, вы уж меня извините, но так вышло. Вот, сейчас я... Ну, что сделаю? Я сейчас замьючу всех, кроме кто у нас будет спикеры, и немножечко расскажу про то, что у нас сейчас будет здесь происходить. Меня зовут Яна, я из Химан Константа. Мы здесь собрались в таком самоизолирующемся виде, чтобы поговорить немножечко про коронавирус, про права человека в этом безумно меняющемся мире. И именно поэтому мы выбрали онлайн-площадку, потому что сейчас не слишком круто и безопасно выходить на какие-то многолюдные пространства. И очень здорово, что у нас здесь участвует много людей, не только из Беларуси, но в том числе из Казахстана, из России, может быть, даже кто-то из Украины, по крайней мере, я видела регистрации из Украины, и это очень здорово. Это Zoom. Собственно, здесь очень просто, здесь есть возможность замьючить себя, можно включить камеру свою, можно выключить камеру свою, будет точно нас, спикеров, меня как модератора. Вы можете писать все, что вы хотите, какие-то комментарии, вопросы в чат. Чат вы можете найти внизу экрана. Также вы можете увидеть, вы можете открыть список участников, и там будет кнопочка «Поднять руку» или «Рейс хэнд». Если вы хотите высказаться и сказать что-то голосом вживую, вы можете нажать эту кнопочку, я это увижу, и тогда я вам включу микрофон, и вы сможете тогда высказаться. Чтобы у нас не произошло какого-то такого бардака, мы будем делать это именно в таком формате. Вот. Что еще вам сказать по этому поводу? Собственно, здесь сегодня с нами на связи мои коллеги, которых я все-таки тоже замьючила. Сейчас я всех размьючу. Спасибо. Мы сами себя замьючили. Да, нет? Супер. Здесь мои коллеги, которые будут сегодня, так сказать, экспертами нашими, собеседниками, это Эмира Браницкая, в Human Constance, она занимается координацией направления по работе с иностранными гражданами и лицами без гражданства. Я думаю, что она много чего может рассказать нам именно из этой сферы. С нами Валдис Фугаш, который занимается, мне кажется, много чем. Футболом, антидискриминацией, неформальным образованием, правами человека, спортом в целом. В общем, Валдис, она супер-мега-спец, мне кажется, такой универсальный. И он тоже нам поможет разобраться с тем, что происходит. А также с нами Алексей Козлюк, эксперт в сфере защиты персональных данных, приватности данных в целом. И, в общем, все это диджитал-сферы. И он немножечко расскажет нам о том, что происходит именно с этой стороны. Собственно, это наш первый опыт. Мы очень рады видеть всех, ну, как видите, в основном, аватар иконками и именами. Но мы очень рады, что вы к нам присоединились. Мы надеемся, что все будет достаточно интересно. Также хочу напомнить, что эта встреча записывается. Мы хотим после того, как мы закончим, это также выложить или разослать тем, кто не смог поучаствовать, чтобы они тоже смогли это просмотреть. Поэтому имейте это в виду в своих высказываниях, включении видеокамеры и так далее. Если у вас есть какие-то вопросы технические или любого другого характера, можете написать в чатик. Можете написать лично мне в чатик. Не только всем, но и мне лично. Собственно, вот, и я думаю, мы можем потихонечку начать. Вопросы можно задавать по ходу, не только в конце, а можно там какие-то текущие. Вот так и начнем. И я бы, наверное, хотела начать с самого такого общего вопроса, который я за Валдису. Валдис. Расскажи, пожалуйста, есть же разнообразные международные договоренности, Всемирная декларация прав человека, какие-то международные соглашения о правах человека и о том, в каких случаях они могут ограничиваться. Можешь ли ты чуть-чуть подробнее рассказать о том, об этих случаях, подходит ли вот то, что сейчас происходит у нас с коронавирусом, к таким случаям, и что именно может быть ограничено? Ну, мне кажется, это вообще очень хорошее начало этого разговора, потому как вообще рамку прав человека задать было бы полезно, чтобы понимать, о чем мы говорим и о чем не будем говорить, скорее всего. И это разговор о той системе ограничения власти государства над индивидом и об ограничении возможностей государства негативно влиять, а также нести ответственность за своих граждан и других людей, которые находятся на территории этих стран. И это разговор о том, о чем все-таки удалось договориться на международном уровне, потому что до окончания мировой войны, до конца 40-х годов этого не было в мире вообще. Вот. И поэтому это напоминание о том, что вообще этот набор из 20-30 прав, которые указаны на международных договорах в многих документах, начиная с общей декларации прав человека и международно признанные международные пакты гражданских политических правах, социально-экономических правах, культурных правах и еще других документах, которые признаны большинством государств в современном мире. Это огромное достижение, благодаря которому мир кардинально изменился, я бы даже сказал, преобразовался в сторону гуманистического смысла, наполнения за последние 70 лет. И сами права человека, они универсальны, неделимы, взаимосвязаны. И это значит, что они все... Вот такая полная система, которую нельзя просто так взять, дробить на частички, говорить, вот здесь можно употреблять, здесь нельзя. И при этом было понимание, что часть прав и свобод, они являются критическим минимумом для того, чтобы защитить достоинство, жизнь человека и возможность существовать в этом мире. И при этом есть вещи, которые государства должны исполнять, но они могут исполнять это, например, в большей степени, чем другие, потому что у них ресурсов чуть побольше, в какой-то момент времени. И вот есть вещи, которые ни в какой ситуации, никогда, ни при каких обстоятельствах не могут быть ограничены, а точнее то, на что существует абсолютный запрет на ограничение. Это две вещи. Это запрет на... Это право на свободу от пыток, жестокого и бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство вращения, а также это право быть свободным от рабства или подневольного состояния. То есть вот эти две вещи, которые ни при каких условиях, что бы ни происходило в этом мире, не должны ограничиваться, государства должны нести за это ответственность и делать все возможное, чтобы это было, чтобы люди не подвергались пыткам и в том числе, чтобы не находились в подневольном или рабском состоянии. Другие вещи зависят от многих обстоятельств и даже, к сожалению, к огромному сожалению, право на жизнь, оно не глобально принято, как право, которое не подвергается ограничению какому-то. И в Беларуси, к сожалению, этот вопрос открыт и актуален. Вот. И в других договорах международных есть, ну, о том, что ограничения могут быть за исключением вот этих двух прав, да, по другим всем правам. И, например, даже Министерство иностранных дел Беларуси, оно под грани... Я не знаю, видели вы это или нет, оно выложило в интернете такую интересную штуку, типа ограничительные меры в связи с коронавирусом, который есть в мире. И они, например, там сделали такую табличку, где есть вообще закрытие границ, ограничение въезда иностранцев. И вот, например, отмена массовых собраний, типа как право на свободу выражения мнений и право на мирный протест, да. И там другие мирные, там спортивные мероприятия, образование, процессы образования. И там вот оказано много стран, в которых уже есть ограничения на это все. И почему это происходит? Это происходит потому, что государство должно нести ответственность, вот помните, я говорил о том, что есть ограничения негативного влияния на индивида, а также есть обязательства со стороны государства, что какие-то вещи нужно делать, чтобы люди развивались, жили и чувствовали свои достоинства. И, например, чтобы защитить достоинство жизни людей на фоне эпидемии, точнее, пандемии, которая сейчас есть. То есть у нас есть цель, есть такие, есть легитимная цель, которая преследуется. Это сохранение здоровья населения, большинства людей. И это причина, одна из, которые могут позволять государствам ограничивать, вводить какие-то дополнительные меры по защите граждан. Но эти меры, так называемые карантины, они должны быть очень четко ограничены во времени. Если вдруг нужно продлевать, то это все должно публично сообщаться, и должно понятно людям быть, что это за процедура. Во-первых, какие вообще существуют ограничения, почему они вводятся, как долго они будут происходить. Должны пересматриваться постоянно, актуальная информация, людям сообщаться в связи с пандемией. И, конечно же, конечно же, что еще хотел сказать? Я как-то из того, что я еще не проговорил, я был благодарен. Скажи, пожалуйста, Володис, а кто вообще определяет вот эти меры достаточные? То есть они должны быть достаточными и ограниченными. Государство сами по себе, то есть каждый в своем, именно государство определяет эти меры самостоятельно, исходя из каких-то своих мыслей, или как это происходит? Ну, есть, тут есть несколько вещей. Первое — это стандарты прав человека, которые существуют и которые нужно соблюдать. Другое — это реальная ситуация и положение дел в стране. Вот. И государство должно предпринимать меры в зависимости от того, какая именно ситуация в этой стране, основываясь на уважении, соблюдении прав человека и достоинству людей, к которым применяются эти меры. То есть нельзя просто взять всех, закрыть, в одну банку посадить и одни и те же меры к ним применять. Нужно действовать точечно, нужно действовать качественно. Можно ли сказать, что то, что сейчас происходит в европейских странах и, не знаю, в Беларуси, соответствует тому, о чем ты говорил? Скорее всего, да. Как бы это сложно, потому что тот вызов, который мы сейчас видим, вот эта пандемия, да, и реакция государств, попытка действительно, скорее всего, помочь людям, да, не умереть. Вот. Такого же не было за последние 70 лет никогда. Те вещи, которые происходили там пару десятилетий назад или даже десятилетия назад, это были эпидемии, они были более локализированы и они так не распространялись, да, по всему миру. Вот. И поэтому то, с чем мы сталкиваемся, это уникальный случай, который навряд ли, о котором навряд ли думали люди, которые писали те правовые положения, да, которыми приходится сейчас те стандарты, которые были прописаны. Вот. Поэтому как бы есть стандарты, как нужно, но нет понимания, ну, как бы нет опыта, да, применения в такой ситуации этих стандартов. То есть мы сейчас в такой достаточно нетипичной ситуации, потому что действительно со времен изобретения института прав человека таких ситуаций никогда не было. Ну, то есть каких-то глобальных эпидемий, глобальных вызовов, и сейчас все буквально перепридумывают. Я вижу, что там поднятая рука у участника, ник которого LGX Venture. Я сейчас вас размьючу. Если у вас есть вопрос, задавайте. так, слушаем вас. Есть вопрос? Или это случайно проявляется? Или это случайно? Так, окей, наверное, вопроса все-таки нет. Тогда Энира? Я просто вот про то, насколько уникальна ситуация, потому что в каком-то плане это чрезвычайная ситуация, то есть, ну, просто раньше мы всегда понимали чрезвычайные ситуации, как там война, военные действия, и об этом международные стандарты говорят. И в этом случае к международным стандартам добавляется, ну, то есть, вот есть такие сирокузские принципы ограничений, по толкованию ограничения международного пакта о гражданских и политических правах. И там как бы достаточно четко написано, что, да, есть определенные основания для ограничения прав, но даже в ситуации чрезвычайной ситуации, вот кроме тех двух прав, о которых говорил Валдес, которые вообще ни при каких обстоятельствах не могут быть ограничены, к этим правам добавляется еще свобода совести и религий, то есть это право тоже не может быть ограничено даже в чрезвычайных ситуациях. И также есть еще одно право, которое это право быть судимым по тому закону, который действовал в момент совершения преступления. А дальше мы говорим о том, что остальные права даже в чрезвычайных ситуациях, возможно, на сегодняшний день, когда многие государства говорят, что они вводят чрезвычайные, ну, как бы они вводят статус в чрезвычайной ситуации в связи с пандемией и ограничивают пользование, наверное, скорее определенными правами, то есть вот эти права могут быть ограничены, но там все равно как бы есть вот эти толкования о том, что все эти ограничения ни в коем случае не должны быть дискриминационными, они должны быть определенным уровнем прописаны, ну, то есть вот когда Европа говорит, что она закрывает границу, она принимает нормативный акт об этом, на основании которого она это делает, а не делает это как-то там тайно-произвольно и так далее и тому подобное. Ну, и да, вопрос с соразмерностью, он, конечно, сегодня достаточно сложный, но тут, наверное, я бы со своей трактовки говорила о том, что если граждане этих стран на сегодняшний день никак не высказываются против этих мер, то до тех пор они будут соразмерными. Сколько они будут, это тоже вопрос, но вот как бы возможность граждан все равно в какой-то момент высказаться против, это важный момент соразмерности этих мер. Ну, это я только про чрезвычайную ситуацию в плане того, что действительно мы не думали про пандемию раньше так. Конечно, не то, чтобы наше международное право абсолютно все прописано, но достаточно много сегодня уже есть. Алексей? Ну да, тут коллеги уже, в принципе, в целом раскрыли эту тему, но я там буквально чуть-чуть добавлю. То есть, с точки зрения международного права у государства сложная ситуация. То есть, с одной стороны, есть тот же там пакт о социальных, экономических, культурных правах, в котором государство обязано предпринимать меры по защите здоровья населения, в том числе при борьбе с эпидемиями. С другой стороны, есть другие права, которые предусмотрены другими соглашениями, например, тот же международный пакт о гражданских политических правах, в котором есть тоже свобода слова, доступ к информации, приватность, свобода перемещения и так далее. И вот здесь должен быть вот этот баланс, ну и то, что Энира говорила, да, этот баланс находится через вот эти вот допустимые ограничения. То есть первое, это действительно то, что все ограничения должны быть предусмотрены законом. То есть когда мы видим какие-то ограничения, которые, ну там, карантинного характера или еще какие-то, то мы должны в первую очередь смотреть на законодательство внутри страны, то есть насколько там все эти процедуры прописаны, а они действительно должны быть прописаны. Опять же, у государств есть еще там целый ряд соглашений в рамках Всемирной организации здравоохранения. и там тоже есть обязательства государства, например, информировать друг друга о вспышках различных заболеваний и в том числе ограничивать перемещение там, ну как-то изолировать какие-то зоны или там отдельные категории людей, которые могут быть подвержены этому заболеванию, ну или которые уже заболели. То есть в этом смысле нельзя говорить, что у нас вообще нет никаких инструментов. То есть эти инструменты есть, единственное, что вот сейчас такой краш-тест этих инструментов и в разных странах мы видим разную практику. То есть мы видим какую-то более жесткую и более такую решительную практику с точки зрения ограничения прав человека. Ну, такую практику демонстрирует, например, Китай. И видим более мягкий подход, который демонстрирует европейские страны Европейского Союза. И вот здесь, к сожалению, мы только по факту увидим, какая стратегия будет более, ну скажем, оправдана с точки зрения тех жертв, которые удалось предотвратить с одной стороны, и тех прав, ну и прав других людей, которые придется при этом каким-то образом ограничить. Ну вот да, и такая интересная очень ситуация. Получается, это очень сильный вызов, очень большой вызов, которым никто не сталкивался, и поэтому ограничений достаточно много. И ограничения некоторые из этих связаны с современностью, современным миром. Например, история в России, которая была, когда во время карантина мужчина вышел выкинуть мусор, и на следующий день к нему пришли полицейские, сказали, что вот вам штраф или что-то такое, у вас тут в подъезде стоит камера, и вас распознавание лиц увидели, что вы вышли во время карантина. Так нельзя, и вот вам проблемы. Вопрос. Насколько это вообще нормально? Леша, расскажи, пожалуйста, насколько это нормально в данной ситуации, и как можно, что делать в таких ситуациях? Как этого нужно или избежать, или этого не надо избегать? Чем это регулируется? Дело в том, что сейчас есть целый комплекс разных технических средств, которые вроде как должны обеспечить нашу безопасность, но в первую очередь это все работает против терроризма, либо для поддержания общественного порядка и так далее. То есть очень многие страны сейчас вводят системы распознавания лиц, системы централизованного сбора информации о том, что происходит в публичных местах. И тут, конечно, нужно смотреть на законодательство разных стран. Сейчас эксперты в сфере прав человека практически во всех случаях говорят о том, что есть чрезмерное вмешательство государств, даже в таких ситуациях, ну там, которые, ну, мирные ситуации, вмешательство в приватность. То есть когда есть централизованный сбор информации через видеокамеры, через распознавание лиц о перемещениях, о поведении людей, сейчас эти данные, ну, как мы видим, на практике используются в том числе для того, чтобы выявлять контакты между людьми, выявлять, что происходит, ну, то есть кто нарушает либо общественный порядок, либо вот эти вот карантинные меры. Дело в том, что в первую очередь нужно смотреть, предусмотрено ли такое использование этой информации законодательством. Как правило, есть такие оговорки, да, то есть в целях защиты здоровья населения, да, то есть данные могут передаваться и в таких целях. Но, опять же, нужно смотреть, ну, мы видели такое в России, в Беларуси я про такие случаи пока не слышал, то есть нужно смотреть, насколько законодательство позволяет это делать. Но в целом очевидно, что мы сейчас сталкиваемся с этой ситуацией и будем сталкиваться дальше с тем, что нас будут убеждать в том, что эти меры необходимы, и без этих мер нельзя обойтись, но непонятно, что делать со всем этим оборудованием, со всеми этими камерами, со всей этой собранной информацией после того, как вспышка закончится. Потому что вспышка закончится, но это все не перестанет работать. И уже будет, все эти данные будут использоваться в других целях. То есть сейчас мы скорее, как граждане, будем приветствовать все больше и больше ограничения, все больше и больше распространения вот такого мониторинга и мониторинга в целях защиты здоровья. Но будут ли у нас инструменты контроля всей этой системы, когда вспышка закончится, это открытый вопрос. Ну смотри, правильно ли я понимаю, что то, что используется, как сейчас используются все эти штуки, они используются просто потому, что такая ситуация. Но насколько это соответствует законодательству, мы об этом не знаем. Это первый вопрос. А второй, нужно ли, должно ли государство использовать такие инструменты, говорить гражданам, ребята, смотрите, мы как бы сейчас будем вас распознавать лица в подъездах и всячески следить, но только вот для того, чтобы отстанять карантин. Как это вообще? Ну, дело в том, что вопрос, ну, как-то право на приватность и право на информацию, это, ну и в целом вопросы защиты общественной безопасности, там, правопорядка, это, скажем, балансирующие интересы. То есть, с одной стороны, мы можем говорить там про право на приватность и про запрет на сбор личной информации, но с другой стороны, в определенных случаях это право должно быть ограничено. Ну, вот, например, вряд ли мы станем спорить с тем, что соседи имеют право знать о том, что человек, ну, где-то, ну, например, находится под карантином для того, чтобы не попадать в зоны риска. Ну, хотя, с другой стороны, это можно обеспечить и другими средствами. Вот, Нира уже говорила, да, то есть, по поводу законных ограничений и по поводу пропорциональных ограничений. Мы должны смотреть на то, насколько те ограничения, которые применяются, в наименьшей степени затрагивают наши права. То есть, мы должны использовать, ну как, государство должно использовать именно те меры, которые в наименьшей степени затрагивают наши права. То есть если можно установить карантин без использования видеонаблюдения, окей, давайте сделаем так. Но если у нас не хватает на это ресурсов и мы видим реальную опасность, то, к сожалению, здесь должны быть ограничения. Но при этом эти ограничения должны быть прямо предусмотрены законом. То есть люди должны четко знать, что вот сейчас их снимает камера и эти данные могут использоваться в таких-то и таких-то целях. То есть вот, к сожалению, здесь мы видим, что в разные моменты нашей истории этот баланс будет смещаться. То есть если люди будут бояться, условно, вспышек заболеваний, они будут в большей степени готовы отдавать свое право на приватность, обменивать это право на безопасность. Вопрос в том, насколько они знают, что эти меры действительно к ним применяются. Да, понятно. Спасибо. Самое интересное в этой ситуации, что государство, в общем-то, само решает все. То есть оповещать, не оповещать, использовать, не использовать. Вроде бы должно, но будет или нет, это, конечно, вопрос. В этом плане очень интересное замечание о том, что в демократических странах, конечно, у граждан больше инструментов для влияния на такие вещи. В недемократических, скорее всего, чуть меньше. И это интересно. У нас здесь опять подняли руку, я вижу. Я сейчас отмечу. И, пожалуйста, если у вас есть вопрос, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. Сулейменов Жаслан, Астана, Казахстан. Класс. Студент стипендиальной программы «Новое поколение правозащитников» фонда «Сорос Казахстан». Вот сегодня говорилось о том, что неотъемлемым правом является право на то, чтобы не быть подвергнутым пыткам. Как мы знаем, у нас в Казахстане очень много известных кейсов, вынесенных Комитетом по правам чека и Комитетом против пыток о том, что применяются пытки к заключенному. Сегодня у нас на свободу вышел яркий кейс. Это Мухтар Джакишев. Ряд правозащитных организаций признала его политическим узником, то, что к нему были применены пытки. Как сегодня в рамках вот этого карантина узнавать о том, что происходят ли пытки или нет, в то время, когда закрытые учреждения, они более подвергнуты на сегодня закрытости. Спасибо. Спасибо. Есть у нас кто-то? Я, скорее, отвечу, что это просто вызов на самом деле. Но есть ряд уязвимых категорий, которые в этой ситуации будут еще более уязвимы, и заключенные, либо лица, находящиеся в закрытых учреждениях, будут, к сожалению, еще более уязвимыми. Потому что и просто это скорее, о чем говорят сегодня международные правозащитники, правозащитники в наших странах, что надо просто пытаться уделять больше внимания именно этим уязвимым группам, как, ну, то есть больше мониторинга, больше пытаться получать информации. И на сегодняшний день, например, я могу сказать, что в Беларуси речь идет о том, что родственникам уже закрыт вход в колонии СИЗО для посещения, и речь идет о том, что, возможно, для адвокатов это тоже будет закрыто. И дальше мы разговариваем о том, как будет обеспечен доступ к правовой помощи и доступ к праву на защиту, то есть, как бы, будет ли им возможность увеличена звонков или еще чего-то. То есть, как, ну, я только могу сказать, что это вызов, который есть, и на который мы должны обращать внимание, как его, то есть, и говорить об этом, и пытаться отслеживать эту ситуацию. Вот, как бы, к сожалению, это все, что я могу ответить, да. Да, я тоже слышала, допустим, что в России тоже запретили и свидания с защитниками, и свидания с родственниками. Очень много сейчас ограничений именно с теми, кто находится в пенсарных учреждениях. И сейчас там и адвокаты, и, по-моему, члены УНК готовят какое-то обращение по поводу того, как вообще с этим жить. С одной стороны, заключенные очень сильно уязвимы, потому что закрытое вообще суперпомещение. Если туда попадет вирус, то это очень опасная потенциальная ситуация. С другой стороны, не должно реализовано быть право на защиту. Это вызов, и я думаю, что поддерживая НИРУ в том плане, что мы, как общество, должны об этом говорить и как-то показывать там и государству, и органам правопорядка, что мы обеспокоены, и все-таки нельзя переходить какие-то границы. У нас еще вопрос у Димы Макарова. Я от Мьючу. Подожди перед вопросом Димы Макарова. Извини, я влезла. Там был просто вопрос про национальность, и мне кажется, Валдис на это хотел ответить. Нет? Хорошо, Дима, я покажу. Просто есть несколько человек, которые не могли разобраться с кнопками, поэтому, Дима, мы тебе потом ответим. Да, я бы только хотел, наверное, расширить этот скоп, да, не только тюрьмы и колонии, да, я бы хотел еще упомянуть другие закрытые учреждения, да, например, интернаты для людей с нарушением проблем ментального здоровья, да, они также сейчас, например, это очень большой вызов, потому что и так система мониторинга как таковой не была, да, но при этом и теперь вот этот вызов, с которым мы сталкиваемся, и в случае, да, вообще продолжения нарушения прав человека в этих учреждениях, и что там происходит, и как реагирует на это администрация в случае попадания вируса, например, для меня это тоже очень большой вопрос, меня это тоже очень сильно беспокоит, и, ну, и к этому привлекать внимание тоже хотелось бы. Ой, Яна, ты замьючена. Сори, Валдис, пока ты говоришь, можешь тогда сразу еще на один вопрос ответить из чатика, кейс Беларуси. Как вы считаете, насколько правильно было сообщать в СМИ национальную принадлежность данного человека? Речь об иранском студенте, который, видимо, первый заболел. Это, наверное, тоже может быть с началом большого разговора про ксенофобию, которая очень сильно вылезла и проявилась, и продолжает проявляться на фоне коронавируса, вообще пандемии, да, вот, и, ну, как бы, это же интересный случай был, интересный момент был, когда было в Беларуси 8 всего выявленных людей, людей с выявленным заражением, и 7 из них это были граждане Беларуси, и только один человек, да, был гражданином другой страны. И, ну, вообще, вот, лицо вируса, да, как бы сначала его пытались прикрепить, да, к какому-то там региону, но мир и опыт показал, что вирус стер эти национальности, да, и вообще принадлежности. Вообще, мне кажется, указание национальности в таких случаях – это такой плохой тон, вот, потому что он не помогает никому и ничему, и, скорее, даже создает негативное и, как минимум, такое подозрительное отношение к людям, которые либо действительно являют, ну, имеют такое происхождение, либо предполагается, что они имеют такое происхождение, то, что в современном мире у нас все крайне смешалось, и поэтому многие люди, у которых, которые никогда не имели никакого отношения и никогда не находились на территории, там, какой-то дальней очень страны, но имеют просто черты лица, да, похожи на это, они тоже могут стать жертвами дискриминации, буллинга, травли или какого-то негативного отношения предвзятого. Да, об этом тоже, как бы, есть, идут разговоры в разной медиа-среде, в том плане, что если информация не имеет добавленной стоимости какой-то, то ее не следует вообще указывать, ну, то есть указание национальности, там, не знаю, возраста, статуса работного или безработного не всегда имеет хоть какую-то добавленную стоимость к новости, и, как бы, по рекомендации правозащитников ее не стоит указывать в новости, ну, если только это некритично важно для чего-то. Окей, теперь слово Диме Макарову. Да, всем привет и рад всех видеть, пусть и виртуально, и, в общем, спасибо большое за то, что собрали многих людей на такую важную тему. Вот я тут вот думаю над одним моментом, и, может быть, вы мне поможете разобраться. То есть вот говорят, что первой жертвой войны становится правда, вот такое ощущение, что во время массовой паники и во время чрезвычайных ситуаций первой жертвой, одной из первых жертв становится право. Потому что, собственно, я так понимаю, что ни одно из государств не заявляло об отступлении от обязательств по Международному пакту или по Европейской конвенции. Не было никаких уведомлений о том, что вводятся какие-то, международных уведомлений о том, что вводятся какие-то чрезвычайные режимы. По крайней мере, мне об этом неизвестно. Но при этом идут ограничения прав, которые, в общем, носят скорее не индивидуальный, а общий характер. То есть, по сути дела, мы можем говорить о том, что фактически происходит отступление от обязательств. Вот меня поправляют, что Латте заявила. Было бы интересно с этим прецедентом разобраться. Потому что мне кажется, что как бы про правовые последствия всей этой истории пока особо никто не задумывается, не заморачивается. Вот, может быть, вам что-то известно о официальных каких-то дирогациях или официальных отступлениях от международных обязательств? Ну, подожди, но несколько стран заявляло о том, что он вводит чрезвычайные меры. И потом, как бы, для защиты здоровья, как таковые ограничения прав возможны. Ну, то есть для этого даже не надо вводить чрезвычайные ситуации. Это понятно. Речь не идет о режиме чрезвычайной ситуации. Речь идет о том, что мы заявляем о том, что мы часть обязательств международных на время приостанавливаем. То есть я так понимаю, такие официальные заявления были сделаны только Латвией или не были сделаны никем? То есть я понимаю, что нет необходимости во всех ситуациях такие заявления делать. но мне кажется, что масштаб вводимых мер, в общем, приближается к той черте, когда, в общем, можно говорить о чрезвычайном превышении полномочий. Или вы не согласны? Тут вопрос, вопрос, что в некоторых случаях такого заявления отдельного не требуется, в некоторых случаях требуется, если это там прямо предусмотрено договором. Вопрос, что, допустим, в тех же пактах я не видел такого прямого указания на то, что нужно заявлять о том, что там отступают от каких-то мер. Вот, например, с передвижением трансграничным такая интересная ситуация. Я, наверное, эту тему начну, а дальше коллеги продолжат. Что, в общем-то, права на трансграничное передвижение полноценного у нас, в общем-то, нет. Это скорее привилегия, которая, опять же, зависит от национального регулирования. То есть страна может в любой момент ограничить въезд иностранных граждан на свою территорию, и это не будет нарушать никакие универсальные нормы. Исключением является, например, прием беженцев. Это, кстати, тоже там серьезная проблема сейчас. То есть что происходит с институтом убежища. Но в целом вот это вот перемещение через границу, ну, то есть та же, например, Российская Федерация, когда ограничила въезд граждан Беларуси на территорию Российской Федерации, она ссылалась на соглашение о свободном передвижении между странами. То есть в этом смысле там какие-то заявления делаются в рамках таких двухсторонних или многосторонних соглашений. Вот если говорить про универсальные документы, да, типа там фактов наших, то я просто не видел, не видел там прямого требования заявлять об ограничении отдельных прав. Да, я не видела каких-то новостей по поводу того, что какая-то из стран решила там выйти из каких-то договоров. Но у меня на самом деле был тоже вопрос, наверное, немножечко схожий вот с тем, что спрашивал Дима, но скорее на перспективу. Да, вот сейчас все страны, ну, да, практически все закрыли свои границы. В Евросоюзе между странами тоже поставили пограничные пункты. Ну, в общем, появилось очень много разного вида ограничений. Может ли в теории быть такая ситуация, что кризис как бы пройдет, а ограничения не снимут? Куда вот в этом плане смотреть, на что обращать внимание, какие могут быть, не знаю, методы этого избежать, что ли? Может быть, есть у кого-то какие-то предположения, какой-то ответ? Коллеги. Нет. Нет, ну просто, ну, то есть это для меня все так же. Про демократию, не демократию. Про возможность повлиять на то, что делает твое правительство, либо не про возможность. То есть, ну, и я не знаю, это в продолжении тоже того же, что я вижу сегодня ограничение определенных прав, но я не вижу как бы того, что мы говорим, что мы вообще прекращаем свои обязательства к каким-то договорам. Ну, то есть, и понятно, что со многим из этих, из этого, возможно, придется разбираться позже, потому что, ну, уверенно будут жалобы в разные всевозможные суды, когда мы будем соотносить, насколько наше право на здоровье было приоритетным в этот момент, ну, например, пострадало наше право на что-то другое. И, конечно, я уверена, что огромное количество дел появится после этой ситуации, и дальше решать, ну, как бы будет это обсуждаться. А что касается, ну, я на того, как это, ограничения останутся или не останутся, ну, как бы, мне кажется, что вот сегодня вопрос для меня это преждевременный, ну, не знаю, мне кажется, надо разобраться с тем, что сегодня происходит. И вот единственное, как бы, опять же, в продолжение вот этой темы про ограничения, которые сегодня есть и нет, для меня, например, очень интересно, как происходит с выборами в некоторых странах, ну, потому что это тоже такое, некоторые страны отложили выборы официально, ну, то есть, например, там в Сербии должны были быть выборы в апреле, а в то же время, к примеру, сейчас должны быть выборы в Северной Македонии, которая ввела карантин, но не отменила выборы. И это очень интересный момент, потому что, например, свобода собраний нет, но есть выборы, а свобода собраний является одним из важных компонентов, понятно, выборов, и насколько эти выборы, вот, исходя из такой ситуации, должны быть признаны, будут правильными, легитимными, там, ну, и вообще свободными, хотя никто уже не говорит про свободные демократические выборы, но вот как-то так, то есть, ну, большинство стран сегодня все-таки понимают, ну, то есть, из того, что я сейчас вижу, вот те весенние выборы, которые были назначены, большинство все-таки принимает решение их откладывать, потому что нету возможности обеспечения других прав, которые важны для реализации вот этого права выборов, но это тоже одна из последствий таких интересных. Ну, в этом плане в России же тоже на 22 апреля назначен референдум, но при этом ограничили все массовые мероприятия, там, участие в каких-то вещах на улице, ну, то есть люди тоже не могут выйти и, там, сказать, что там мы против, ну, хоть что-то заявить, но сказали, что все будет, все хорошо, возможно, поэтому тоже не вводят карантин. Карантин же — это не просто даже какое-то слово, это официально закрепленное в международных договоренностях, я не знаю, как-то событие, то есть с определенными нормами, с определенными последствиями, с определенными какими-то договоренностями. В этом плане, да, просто не все то карантин, что мы называем карантином. Вот Аня пишет, что в Израиле люди начали следить за гражданами на карантине с использованием тех средств, но прежде суд одобрил такую возможность только на 30 дней, через 30 дней государство истечет такая возможность. Ну, вот это, да, то, о чем говорил в том числе Леша, что прежде чем что-то сделать, возможно, нужно какие-то законы по этому поводу выпустить, чтобы было понятно, какие условия у этих ограничений, что будет происходить во время ограничений, что будет происходить потом. Я бы хотела еще раз уже Леша в том числе, кажется, упомянул про ситуацию на границах с теми, кто вынужден бежать, с беженцами, это в том числе то, с чем мы работаем в Бресте. Что происходит в этой истории, Нира? Я не знаю, это вообще нормально? Что делать? Кому обращаться? Как можно защитить свои права в этой истории? Может быть, расскажешь что-то. Ну, смотри, ну, есть ситуация белорусская и польская, да, но есть ситуация как бы мировая, ряд стран принципиально заявляют отдельным заявлением, что право на убежище не приостанавливается, несмотря на то, что границы закрыты, люди все так же могут поддаваться и имеют право и физическую возможность поддаваться на статус. Канада сделала отдельное заявление, Швеция сделала отдельное заявление по этому поводу. И это как раз вот тот противоположный момент, когда мы говорим, что мы ограничиваем очень многие права, но это право, несмотря на... не должно быть ограничено. И это тоже, возможно, в дальнейшей перспективе развития международного права будет отдельная оговорка о том, что при введении каких-то ситуаций... Ну, вот, конечно, мы можем говорить, что когда люди не могут подать на статус, это тоже ограничивает их право на жизнь и право на свободу и на гуманное обращение с ними, которое не должно быть ограничено как раз. Но это отдельное. Пока отдельного международного, скажем так, закрепления того, что это право не может быть ограничено, нет. Но вот многие страны делают отдельные заявления и говорят, что они продолжают исполнять... будут продолжать исполнять это право. США, к примеру, конечно, сказал как раз обратное. То есть граница с Мексикой закрыта. Они отдельно... Ну, Трамп заявил, что он не будет... США приостанавливает или там как бы не будет принимать заявления от беженцев и принимать беженцев со стороны как минимум мексиканской границы. В Беларуси сегодня... Польша, к сожалению, уже определенное время не совсем качественно выполняет свои международные обязательства по приему беженцев. Но с 15 марта, это уже официально, Польша сказала, что она просто закрывает границу и не разрешает никому въехать, кроме польских граждан или лиц, которые имеют вид на жительство в Польше, на свою территорию. И это имеет последствия для лиц-искателей международной защиты. А именно в Бресте у нас находится определенное количество транзитных беженцев, которые направлялись в Польшу для того, чтобы попросить статус там. Уже за пару дней до официального объявления о карантине, к сожалению, пограничники стали пользоваться этим и говорить, что граница на карантине. И да, эти люди однозначно лишены возможности. Пока, я так понимаю, как раз на эти 30 дней, что Евросоюз сказал, что он закрыл свою границу. И мы потом не знаем, как будет и что будет с этими людьми сейчас. Мы наблюдаем за этой ситуацией, будем смотреть, нужна ли им какая-то дополнительная защита. Но это вот как раз еще одна уязвимая группа, которая может и будет страдать в результате вот этой ситуации, потому что у них меньше ресурсов, и они в более уязвимом ситуации в любом случае. Поэтому мы будем наблюдать за этой ситуацией. Слушай, Аня, расскажи, а могут ли эти люди, которые... Ну, не все же страны объявили, что они особую ситуацию с беженцами, а могут ли люди, которые вот хотели в этот момент податься на статус, потом подать там ЕСПЧ о том, что нарушены их права? Или пандемия не считается ситуацией, когда это может произойти? Нет, я думаю, это как раз вот тоже один из вариантов следующих судов, которые будут. В моем понимании однозначно пандемия не должна ограничивать право на получение статуса, то есть на возможность подать на статус, не на получение статуса, на возможность подать на статус. То есть, конечно, должны быть организованы, как бы, как это должно быть сделано, но пандемия однозначно не должна влиять на это право. И для меня, конечно, это основание. Если им будет именно отказано в том, чтобы они не могут подать на статус именно из-за того, что страна закрылась на карантин, то для меня это основание для последующих жалоб соответствующие органы. Вопрос, сколько, как всегда, и насколько эффективна будет эта защита. Да, я думаю, много интересного нас еще ждет по всем этим поводам. Но вот еще одна, наверное, уязвимая группа, которую я хотела бы повинуть сейчас, это люди, которые обращались, ну, планировали обращаться, планировали ехать в зарубежные страны в поисках медицинской помощи. Ну, то есть у нас там из России, из Беларуси, многое откуда, люди ездят именно за медицинской помощью, в Германию, в Израиль. Сейчас границы закрыты, и люди как бы не могут получить эту помощь. Я думаю, что это скажется там и на каких-то проблемах не только со здоровьем, но буквально люди могут умирать из-за того, что не смогут получить эту помощь. Как вот в такой странной ситуации они, не знаю, могут защититься, что-то сделать? Может быть, Валдис, ты знаешь что-то про это? Я могу поделиться какими-то мыслями на этот счет, потому как медицинский туризм — это не совсем сфера наших интересов, да, и в том, в чем мы постоянно как-то находимся, следим за этим. Но медицинский туризм сам по себе, он был, есть и будет, но что такое медицинский? Ну, вот то, о чем ты говоришь, это когда люди в силу разных обстоятельств принимают решение получить медицинскую услугу в другой стране, да? То есть в этой стране они не могут это сделать, либо потому что это дорого, либо потому что нет, либо средства какие-то запрещены для применения, вот. И люди ездят. Очень интересно, что ты озвучила, как люди из Беларуси уезжают в другие страны, но при этом Беларусь, например, является дестинанцией, да, куда очень многие приезжают получить услуги. И тут очень интересна даже ситуация, что у нас границы как бы не закрыты, да, и как бы, возможно, это какая-то ниша для извлечения выгоды, как бы это ни звучало. Вот. При этом многие страны, куда могли бы выехать другие люди, они действительно ввели ограничения, и здесь, мне кажется, нужно как минимум разделить на две группы такие условные. Это, например, срочная помощь, там, где действительно это вопрос жизни и смерти, да, и такие есть кейсы, к сожалению, многие. И при этом есть большее количество людей, которые просто получают медицинские услуги, например, в Беларусь приехать в санаторий, да, там, на пару недель. Просто поправить свое здоровье. Мне кажется, надо это разделять в первую очередь. Следующий момент это то, что те экстренные случаи, когда людям действительно нужна помощь, это же долгий процесс, который месяцами готовится, да, и там, например, есть такие специальные, как они называются, как агенты, да, медицинского туризма, условно говоря, которые занимаются, сопровождают, готовят документы. Потому что это не просто взять, поехать куда-то, получить услугу, потому что нужно еще контролировать качество этой услуги, договариваться с учреждениями и документы все сопроводительные, да, готовясь. И это, я уверен, что это вызов, который сейчас стоит перед этими агентами и людьми, которые находятся в ситуации, когда им нужна помощь. Однако объемы и количество, да, людей, которым нужна такая помощь, она не такая большая, как люди, например, там, туризм рекреационный, да, когда они просто ездят, там, получить удовольствие для образования, либо это рабочие поездки. То есть намного меньше сам по себе объем, да, людей, которые пытаются это сделать. И я очень надеюсь, очень надеюсь на то, что в этих случаях получается находить, ну, как бы, мне кажется, это индивидуальные случаи и, скорее всего, их получается разрешать. Но при этом, ну, при этом, ну, как бы, я еще попытался подумать о том, если, например, что можно сделать для того, чтобы все-таки предоставить человеку эту помощь, что можно для того, что, если вдруг у вас ограничения, связанные с возможностью перевоза заражения, да, то можно в стране отправления сделать тесты на этот момент, да, то есть проверить, у человека есть, он заражен или нет, или она. То есть таким образом как-то удостоверить, ну, как бы дать гарантию, что человек не привезет, ну, зачем карантин, чтобы не привезти болезнь, да, проверьте на выезде, у человека нет заражения, и потом постоянно делайте проверки, да. Если вдруг у человека уже есть заражение, то это же тоже можно начать фокусно, да, реагировать на это и сопровождать человека, подготовить и транспортировать, и документы какие-то сопроводительные приготовить. Поэтому я очень надеюсь на то, что на это адекватно находятся реакции, и не приходится, вот, принцип вагонетки, который, к сожалению, да, запустился во многих странах, и очень странно он и непредсказуемо работает, потому что это очень сложный выбор, да, жизнь человека, ограниченные ресурсы, возможности предоставить качественную помощь, спасти жизни. Я очень надеюсь, что в случае вот этих потребностей, там, операций каких-то срочных, получается находить адекватные решения, которые помогают сохранять жизнь и спасать. Да, я думаю, что, конечно, коронавирус не только сам по себе приносит много проблем людям, но еще и сопутствующие все эти истории про то, что там часть людей, которые могли бы получить помощь, не смогут ее получить из-за того, что все силы медиков брошены на разрешение ситуации с коронавирусом. Опять же, последствия этого медицинского туризма, так называемого, не все смогут выехать, не все смогут сделать какие-то срочные истории. Плюс, вот, недавно я прочитала историю из Испании, кажется, там, какой-то тренер футбольной команды молодой, он умер от коронавируса. Да, 21 год. Но он как бы пришел в больницу, ему было плоховато, пришел в больницу, говорит, у тебя коронавирус, но у тебя еще и лейкемия. И как бы, если с лейкемией у него еще были какие-то шансы выжить, возможно, если бы он начал лечить, но как бы одно на другое наложилось, и все, человек умер. И я думаю, что таких ситуаций, ну, тоже не могут быть, к сожалению. И вот эта проблема вагонетке, которую ты упомянула, она, конечно, меня сильно, сильно волнует, но мы сейчас, да, не совсем этические вопросы разбираем, а все-таки правозащитные, поэтому не будем сильно углубляться. Вот, я хотела бы еще немножечко, возможно, поговорить о GDPR, этот гениальный закон европейский о защите данных европейских пользователей. Как вот я узнала, как сказал Алексей, что сейчас на время карантина он не прекратил свое действие, он снял некоторые ограничения на передачу данных, а именно каких-то некоторых медицинских данных и еще других данных между странами именно для того, чтобы как-то остановить распространение, не знаю, не допустить чего-то. Леша, можешь рассказать подробнее о том, что вообще произошло, нормально ли это, и самый большой вопрос, а что будет потом с этими данными, когда, как бы, кризис закончится, но данные-то уже обменены, как бы их уже получили люди, что вот делать в таком случае? Ну, да, это такой, с одной стороны, вроде вопрос, который волнует в большей степени юристов, потому что, ну, скажем, когда стоит вопрос о спасении жизни, да, в том числе и для того, чтобы эти жизни спасать, нужно понимать там, кто куда приехал, кто откуда приехал, и обмениваться этими данными на уровне систем здравоохранения, то, конечно, там вопрос того, что где-то что-то соберут и передадут, он для людей, может быть, не так остро стоит, а вот для юристов всегда интересно, как работают вот эти нормы, которые есть. Опять же, это классический пример того, что в общем регламенте о защите персональных данных в Европейском Союзе изначально предусмотрели подобные ситуации, и там есть прямо предусмотренное ограничение нескольких статей во время таких чрезвычайных ситуаций, связанных с защитой от общественного здоровья. То есть там есть прямое указание на то, что та же трансграничная передача данных может осуществляться без четкого согласия, без согласия лица, ну то есть кому принадлежат эти персональные данные, для борьбы с, ну, собственно, для борьбы с какой-то угрозой общественному здоровью. Например, Италия, Франция и Германия сделали такие заявления, то есть где-то, это уже было в законодательстве, где-то об этом просто напомнили, и сделали какие-то временные, заявили о временных мерах, ну то есть в Италии в той же, насколько я помню, это где-то до июля месяца такие меры будут работать, то есть при которых определенные категории данных, да, которые являются чувствительными, то есть данные медицинского характера могут собираться, эти данные могут в том числе передаваться там другим системам здравоохранения для того, чтобы совместно бороться с вирусом. Что касается того, что произойдет, когда все закончится, и что делать с этими данными, ну, опять же, тот же регламент дает достаточно четкий ответ, что время, ну, срок сбора этой информации, срок хранения этой информации обусловлен целями сбора. То есть когда все закончится, здесь два выхода. Первый выход — все данные удалить, потому что хранить их, даже просто хранить, уже не будет никаких оснований. Второй выход, ну, и это, скорее всего, произойдет именно так, эти данные будут обезличены. То есть оттуда будет убрана вся персональная информация, которая позволит идентифицировать конкретных людей, но при этом для статистических целей и для целей, например, того же там медицинской статистики или еще чего-то, эти данные будут сами по себе сохранены, но из них нельзя будет достать принадлежность конкретным людям. Если еще немного добавить эту историю, связанную с GDPR-ом, сейчас органы, надзорные органы в нескольких странах тоже выпускают какие-то разъяснения о том, что же является в этой ситуации персональными данными, что не является персональными данными. Ну, то есть, например, является ли персональными данными сведения о температуре конкретных сотрудников вашей фирмы. Ну, вот, например, Роскомнадзор сделал такое разъяснение, что да, температура сотрудников является персональными данными. То есть ее, например, публиковать, передавать, ну и, собственно, собирать нужно с определенными ограничениями. Более того, это персональные данные медицинского характера, поэтому там еще больше ограничений. Ну, то есть, разные, в общем, тут разные ситуации всплывают. Посмотрим, как это потом отразится, в принципе, на законодательстве, вот, которое обкатывается сейчас на этой ситуации. Слушай, ну, в продолжение немножечко, наверное, вот этого вопроса, как бы здорово, да, в GDPR-е все предусмотрено, вроде как. Конечно, мы это еще будем смотреть, насколько оно предусмотрено. Но был вопрос во время регистрации, кто-то спрашивал, сейчас-сейчас, как насчет раскрытия диагноза пациентов? То есть мы и в Беларуси с этим всегда сталкивались, да, что прямо писали, что чуваки, вот у этого парня коронавирус, вот его зовут и все остальное. Это вообще нормально, что с этим делать? Мне кажется, так нельзя делать? Или сейчас вот эпидемия, пандемия, и все эти запреты снимаются? Как вообще? Ну, вообще нет такого предусмотренного законодательства, правила, при котором вдруг при пандемии или эпидемии у нас нет никакой медицинской тайны, и все эти сведения могут публиковаться. То есть все так же действует общее правило, которое говорит нам о том, что информация медицинского характера может разглашаться только с согласия лица, в общем, о котором эта информация. То есть можно говорить о том, что у нас, допустим, 51 человек заболели, да, но при этом нельзя называть их имена без острой необходимости. Да и, ну, собственно, если они на это не дали свое согласие. То есть в Беларуси было несколько вот таких случаев, таких, я бы сказал, спорных, да, при которых, например, публиковалось лицо из соцсетей, ну, то есть фотографии из соцсетей, предположительно, там, зараженных людей, но при этом делали какую-то попытку замазать глаза или что-то еще. Но, в общем, не факт, что это нормально работало на то, чтобы нельзя было их идентифицировать. С другой стороны, вот опять же, тот же наш первый пациент в Беларуси, он сам, кажется, вел какие-то там то ли блоги, то ли какие-то, в общем, как-то вел хронологию того, что с ним происходит, и сам охотно соглашался на интервью. Возможно, конечно, это было уже после того, как, в общем, и так все узнали об этом. Но, в принципе, опять же, без острой необходимости и без того, чтобы это было прямо предусмотрено в законодательстве, разглашать такую информацию нельзя. Окей, спасибо. Ну что, я сейчас хочу немного перейти к вопросам, которые нам задавали во время регистрации. Такой немножечко, может быть, блиц. Если у кого-то из наших слушателей, из смотрителей есть вопросы, то же пишите в чатик, либо поднимайте руку, и мы дадим вам слово. Итак, какие права человека могут быть нарушены в Беларуси, в случае введения карантина? Кто-то знает ответ на этот вопрос? Леша, давай. Ну, да, еще раз, капитальная очевидность. То есть, с точки зрения международного права, опять же, если говорить таким сухим юридическим языком, то тут нужно разделять, какие права подвергнутся ограничениям, в том числе и законным, а какие будут нарушены. То есть, очевидно, большая часть прав, которые у нас есть, свобода передвижения, право на информацию, право на приватность и так далее, они будут в той или иной степени ограничены. Если будет введено чрезвычайное положение или применены меры для карантина, но при этом говорить о нарушении этих прав можно будет только, если мы пройдем опять же все тот же тест, который предусмотрен международным пактом о гражданских политических правах. То есть, первое, что нам нужно выяснить, предусмотрены ли эти ограничения законом. Тут есть целый ряд законов, которые регулируют эту сферу, сферу здравоохранения, и в том числе вот такие чрезвычайные ситуации. Я думаю, что мы можем спокойно в этот чате кинуть пару ссылок для того, чтобы было понятно, о чем идет речь. Следующий вопрос. Действительно ли они являются... Действительно ли они направлены на защиту легитимной цели? То есть, в данном случае, на защиту общественного здоровья. И тут вопрос. Например, если разрешаются какие-нибудь массовые мероприятия, которые организует БРСМ, ну или какие-то государственные органы, но при этом запрещаются массовые мероприятия, которые организуют частные компании или там общественные организации или политические партии, то, возможно, тут стоит говорить о том, что здесь есть, ну, собственно, цели, которые действительно преследуют эти ограничения, они отличаются от заявленных. Третий вопрос. Это являются ли эти ограничения необходимыми в демократическом обществе, или являются ли они пропорциональными и соразмерными. И тут нужно смотреть, насколько действительно эти меры необходимы и можно ли было обойтись какими-то более легкими мерами. Ну, к примеру, это очень плохой пример, но тем не менее. Возможно, остановить вспышку вируса может просто массовый расстрел и сжигание людей, которые заболели. Но, скорее всего, есть какая-то мера, которая позволит обойтись без этого и при этом остановить вспышку, ну, например, те же меры карантина. Вот. Тут, опять же, такие вопросы решаются постфактум в суде, ну, и в том числе в общественной дискуссии, в средствах массовой информации. Но при этом важно иметь наиболее полную информацию о том, какая ситуация сейчас, сколько у нас заболевших, какие меры предпринимаются, какие возможности у систем здравоохранения. И только, имея всю эту информацию, мы можем точно сказать, было ли нарушение, или это было оправданное вмешательство. Да, спасибо, Алексей. У меня в этом плане, конечно, опять же, решает все равно государство. Но, с другой стороны, если демократия, то люди могут повлиять. Очень, очень, да, интересно. И, наверное, может быть немножечко продолжение этого вопроса. Я, правда, не знаю, есть ли у нас специалисты, которые смогут ответить на этот вопрос. Как добиться правдивой информации в Республике Беларусь? По идее, как бы, государство должно предоставлять полную информацию о ситуации медицинской, насколько я помню, опять же, там, по законодательству, международным договоренностям. Но, как я понимаю, это государство сейчас само решает, предоставляет оно или не предоставляет. И это, может быть, тоже там продиктовано какими-то соображениями, что ради безопасности, чтобы не поднимать панику. У кого-то есть что-то по этому поводу прокомментировать? Окей. Тогда пойдет... Что, Алексей, ты хочешь прокомментировать? Я просто слишком много говорю, но, тем не менее, тут все достаточно просто. То есть у нас есть в Конституции право на информацию, в том числе на то, чтобы мы знали об эпидемиологической обстановке. У нас есть закон об информации, информатизации, защите информации, долгое название. Вот. В этом законе там четко прописаны категории информации, которые ни в коем случае не могут быть ограничены. И вот как раз-таки информация о состоянии системы здравоохранения, о эпидемиологической обстановке, это те категории информации, которые не могут быть ограничены. То есть они должны находиться в свободном доступе. Вопрос технически, возможно, ну, то есть отчасти юридический, отчасти технический. Насколько нам полную информацию дают? Да. И каким образом эта информация распространяется? То есть должны ли мы писать обращение, на которое в течение 15 дней нам ответят, что вот по состоянию на то время вот было у вас так? Либо государство должно само проактивно заниматься распространением этой информации. Конечно, там с точки зрения правозащитника я скажу, что должно быть второе. То есть государство должно распространять эту информацию в том числе и в целях, ну, как-то, и в своих интересах для того, чтобы не создавать панику и чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Валдис? Я бы, наверное, отправил еще. Да, я бы дала одну штуку о том, что, ну, как бы, кроме как права на получение информации, да, доступ к информационному распространению, еще есть право на здоровье, которое тоже себя включает в профилактику лечения, там, борьбу с эпидемическими и эпидемическими, там, заболеваниями. И в том числе этого права, в том числе, включается обязанное государство на распространение данной и точной и основанной на фактических данных информации о том, как люди могут защитить себя, а также, там, про обеспечение и доступность товаров, наличие и доступность товаров, необходимого в обеспечении профилактики всех людей. И вот в контексте этой вещи, да, то, что людям должны быть дны. Во-первых, должно быть наличие бытового, необходимого в жизни, да, базовых потребностей. И вот это все. Здесь, например, я считаю, нужно озвучить проблем, которые, наверное, не прозвучают, как более удивимых этих людей, группы людей, у которых и так, в принципе, есть ограничения с доступом к благам. И в случае пандемии, да, в случае таких карантинов. У меня плохой интернет нет изображения. Алло-алло. Да, это периодически пропадает, и ты как-то прерываешься иногда. О, черт. А на чем началось это все? Когда ты начал говорить, что, возможно, об этом не упомянули, я хотела еще добавить. Так вот, добавить о том, что есть более уязвимые категории людей, группы людей, которые и так, в принципе, имеют слабый и недостаточный доступ к благам, к общественным, да, и в том числе благам, там, к подукам пропитания, к жилью и ко всему остальному, да, и что в таких вот ситуациях, в случае пандемии, карантинов, ограничений, они находятся в супер уязвимом положении, и об этом тоже немного кто говорит, а мне кажется, на это стоит обращать внимание. Да, я согласна, Валди, что на самом деле уязвимых групп гораздо больше, чем вообще сейчас есть в публичном поле, то есть мы уже обсудили, что есть уязвимые группы, это люди заключенные, которые сидят в каких-то пенитенциарных, закрытых учреждениях, больницах. Также вот еще был вопрос, наверное, ну, не знаю, может быть, и Нира что-то сможет на него ответить, что происходит в лагерях беженцев в Европе при таких обстоятельствах, как в них обеспечивается карантин, или они никак не мониторятся. Ну, я подозреваю, что ответ примерно такой же, как и в случае с заключенными. Да, такой же. Но на самом деле из последних отчетов ничего такого особенного пока я не видела. Просто есть призыв ряда международных организаций, и как бы они тоже обращают на это больше внимания, но ничего такого особенного как бы пока за последнее время я не видела. Поэтому... Да, хорошо. Какие еще вопросы? Правомерность в ограничении на передвижение. Да, ну вот сейчас очень многие страны закрыли и границы, а многие еще и внутри закрыли передвижение в городах, между городами. Насколько это правомерно и законно может быть, исходя с международного, я так понимаю, законодательства? Может быть, Нира, ты знаешь что-то про это? Ну, это все то же самое, что рассказывал Леша. Во всех этих странах принят нормативный акт, на основании которого они ограничили, в Европейском Союзе, во всех странах, они принимают нормативные акты, по которым они описывают те основания, по которым вы можете выходить из дома и перемещаться, и это как бы четко, ясно и понятно и предписано нормативным актом. Дальше, как бы, соразмерность, опять же, исходя из того, что люди принимают это на сегодняшний день, для них это соразмерно, и их право на здоровье для них приоритетно, перед вот этой ситуацией, ну, я скорее тут больше теоретизирую, насколько и когда это будет пересмотрено. Сегодня большая проблема в Европейском Союзе, это как раз и то, что Валдус немножко затронул, это про перемещение товаров, капиталов, потому что если товары и капиталы приостановятся к перемещению, то как раз наше право на здоровье в ситуации карантина будет тоже подвергнутся опасности, потому что мы не сможем получать необходимые товары. И это вот как раз, что сегодня нарушает уже в определенном формате Польша на границе с огромное количество, потому что Европа четко сказала, мы приостанавливаем перемещение людей, ну, иностранцев, но мы даем зеленый свет для грузовиков, потому что товары нам все так же нужны для нормального функционирования ситуации карантина. А Польша как бы сегодня не пропускает эти грузовики, и вот это вопрос, как бы, какие меры будут в очередной раз приняты в отношении Польши, и как дальше, в какой момент экономические интересы возможно перейдут и перевесят, вот даже для меня это право на здоровье, которое сегодня явно в большинстве стран поставлено в приоритет. То есть, да, мы не будем нарушать право на здоровье, мы немножко ограничим другие права, но когда мы скажем, что право на здоровье менее приоритетно, потому что экономические интересы важнее. Да, у нас был один из вопросов, это что с экономикой, я думаю, что мы тут не совсем эксперты в этой сфере, пока что то, что мы видим, с экономикой все очень плохо, все рушится, в смысле доллар растет, все остальное падает. Да, но вот сегодня, мне кажется, это очень интересный момент, Европа приоритетно ставит право и человеческую жизнь на первое место, и ну вот интересно, как бы другие страны действуют в этом плане и вот та же ситуация с Белоруссией, мы явно пока право на здоровье, ну то есть, может быть, как бы руководство нашей страны и тот же самое граждане не считают, что право на здоровье настолько в угрозе, чтобы мы принимали какие-то меры, но вот этот момент. Валдис? Да, наверное, маленький такой штука, который я видел из нескольких стран пока что, Франция была одна из первых, кто об этом Макрон договорил президент и другие страны некоторые подхватили. Сегодня я видел про Беларусь предложение сделать такое обращение к правительству о том, чтобы не взимать налоги с и людей, и предпринимателей ездильных фирм в этот период, так как экономика стала, да, и это интересно, мне кажется, что может хоть как-то минимизировать, да, те последствия, которые придется разгребать несколько лет. Уже ряд стран приостановили выплаты по налогам, по кредитам, и да, но уже начинаются внутренние призывы в Евросоюзе, сколько денег надо будет на поддержку частного бизнеса и на реабилитацию этого бизнеса. Но вот эти приостановления выплат, они есть не только во Франции, но да. Да, и вот один... Алексей, давай. Да, я вот... Ты говоришь по поводу того, что может быть экономические вопросы не так связаны с правами человека, то есть лежат вне обсуждения. Отчасти да, но с другой стороны, по сути, права человека, ну, и подход, основанный на правах человека, он сейчас везде. И здесь стоит говорить о том, что, опять же, если рассматривать ситуацию, в том числе экономическую, да, с точки зрения обязательств в сфере прав человека, то у нас, ну, мы видим, как бы, разную, разные категории прав. То есть у нас есть гражданские политические права, да, и есть социально-экономические. И если с гражданско-политическими стандарты достаточно четкие, да, ну, то есть если человека нельзя пытать, то значит нельзя пытать. И плюс, если есть какие-то правила, связанные там со свободой высказывания и так далее, это тоже достаточно четкие стандарты. Если мы говорим о социально-экономических правах, Тоже право, которое мы упоминали, это 12-я статья Пакта о социально-экономических и культурных правах. Там говорится о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья. Достижимый кем? Такая история, что в ситуации, где медицина развита лучше и там больше средств на то, чтобы спасать людей, этот уровень будет очевидно выше. И в том числе, когда мы говорим про экономическую ситуацию, мы понимаем, что вот если посадить на карантин белорусскую экономику хотя бы на месяц, то, возможно, никому уже медицинской помощи оказать не смогут, потому что просто нечем будет. И здесь государству приходится, ну, делать какие-то, принимать какие-то решения, возможно, даже сложные. В белорусской ситуации они, может быть, более сложные, чем где-нибудь там в Швеции, поскольку у Беларуси, Беларусь не очень богатая, я бы даже сказал, совсем небогатая страна, и здесь ресурсов вот этих резервов для того, чтобы поддерживать в том числе систему здравоохранения в условиях карантина, мало. И вот здесь, опять же, общественная дискуссия, и в том числе взвешивание вот этого вот на весах того, готовы ли мы встать на карантин, и сможем ли мы продержаться, в том числе, сможет ли продержаться система здравоохранения, и сможем ли мы в итоге обеспечить вот это вот обязательство по этой 12-й статье, или наоборот, мы сделаем только хуже. Это открытый вопрос для меня. Спасибо, Алексей. Я вижу, что у нас Рустам Жантасов хотел что-то сказать. Сейчас я вас включу. Да, вы в эфире. Видео, меня слышно? Да. Да, сейчас во время обсуждения я изучал юфанасбургские принципы и наткнулся на ссылку к документу, который называется «Парижские минимальные стандарты в отношении прав человека в чуществуальных ситуациях». Может быть, кто-нибудь слышал о таком документе, но я о нем услышал впервые, и сейчас хотел найти на русском языке, но, к сожалению, его нет на русском, есть только на английском. Может быть, нужно будет этот документ изучить, посмотреть его, потому что, ну, я думаю, это было бы интересно. Да, можете скинуть ссылочку нам в чатик, и все ее увидят. Да, я думаю, это может быть достаточно интересный документ. Спасибо большое. Спасибо большое за это. Хорошо. Я думаю, что у нас еще буквально минут 15, поэтому быстренько сейчас, если у вас еще есть вопросы, то вы задавайте, поднимайте руку, кидайте в чатик. Я пока что продолжу идти по тем вопросам, которые нам задавали при регистрации. Я думаю, вопрос, который так или иначе интересует всех, что вообще государство должно делать во время чрезвычайной ситуации, как не перейти черту между безопасностью и нарушениями, и насколько карантин вообще оправдан с точки зрения прав человека. Я думаю, что мы об этом уже говорили, и говорили в том контексте, что страны сами, ну, государства, страны сами решают и принимают эти решения для своих граждан, насколько оправдан, насколько он должен быть сильным, насколько он должен быть, там, какие должны быть меры. И тут, как я понимаю, нет особо никаких принципов общих. То есть государство должно заботиться о здоровье своих граждан, и оно, исходя из текущей ситуации, в стране принимает какие-то определенные меры, которые считают для себя достаточными. И я думаю, все действуют, исходя именно из этого. И вот еще один вопрос, выходящий из этого, есть ли шанс, что в Беларуси введут карантин? Я не знаю. Видимо, правительство, власти, органы медицинские, они считают, что пока что нет этой меры, а так как у нас, как граждан, опять же, нет достаточной информации, мы тоже не можем на это влиять. Но то, о чем говорила Энира, демократический процесс должен, ну, как-то саморегулироваться, да, то есть сейчас есть такое движение, что граждане сами просят введить карантин, закройте школы и так далее. Но, опять же, об этом немножечко Алексей, я не помню, говорил или нет, но вот говорил наш коллега Сергей Зекратский о том, что вроде бы в Беларуси сейчас многие справляются какой-то самоорганизованностью, самоизолируются, сидят дома, не посещают мероприятия. Ну, то есть есть мнение, что пока что в Беларуси справляются без государственных мер, и может быть, может быть, это достаточные меры. Ты хочешь сказать по этому поводу, Алексей? Да, вот опять же, я ссылку постил на запись в Фейсбуке нашего коллеги, адвоката Сергея Зекратского, он делал как раз-таки подробный, достаточно подробный разбор того, что же в нашем законодательстве можно, а что нельзя там делать в отношении тех, кого подозревают или там у кого выявлен вирус. Ну, то есть ситуация интересная, потому что белорусское законодательство не дает все равно тому же правительству, да, там, медикам или там органам правопорядка каких-то расширенных полномочий, да, для того, чтобы можно было просто так хватать кого-то на улице, там, с температурой и так далее. Более того, для того, чтобы заставить человека просто пройти проверку на тот же коронавирус, должна быть соблюдена там целая процедура. И эта процедура, она, в общем, как-то, с одной стороны, она отличается в обычных условиях и в условиях карантина, но, с другой стороны, даже в условиях карантина полномочия эти не беспредельны. То есть эти полномочия ограничены и достаточно серьезно. То есть если сейчас ситуация такова, что люди соглашаются сидеть там дома и самостоятельно себя изолировать, и люди соглашаются проходить проверку на вирус, люди соглашаются, что их помещают, ну, вот отдельно изолируют от здоровых людей, то, ну, значит, это работает. Как только люди перестанут на это соглашаться, значит, вот вступают в силу у нас, как бы, законная процедура. И вот здесь интересная история, да, то есть, во-первых, да, медицинское, как-то в случае уклонения от обязательного медицинского освидетельствования, у нас процедура такая, что, а, первый шаг по заключению врачебно-консультационной комиссии, а, второе, санкции прокурора, третье, они могут быть подвергнуты принудительному медицинскому освидетельствованию, а в государственных организациях здравоохранения. То есть, это должна быть целая процедура, то есть, на каждого человека должно быть предписание прокурора, по каждому должен быть зафиксирован отказ человека от прохождения этого освидетельствования. И эта процедура не очень сильно меняется, ну, то есть, как бы, частично меняется, да, в случаях чрезвычайных ситуаций, но не настолько, чтобы, ну, игра стоила свечу. То есть, пока люди сознательно готовы проходить все эти процедуры, возможно, и не будут вводить дополнительные меры. Но как только у нас начнутся случаи, когда люди будут отказываться ложиться в больнице и отказываться проходить эти проверки, вот, возможно, тогда уже понадобятся чрезвычайные меры. Да, спасибо, Леша. Я думаю, что это частично ответ на следующий вопрос тоже можно найти в посте Сергея Зекратского. Какие нормативные акты регулируют, можно ли и насколько изолировать человека без его согласия. То есть, наш коллега об этом немножечко писал. Что делать, если студентам, студенткам не хотят обеспечивать право на охрану здоровья и вводить дистанционное обучение? Обращение к декану не помогает. Нарушение ли это наших прав? Кто-то, у кого-то есть ответ на этот вопрос? Да, я думаю, что тут не совсем наша специализация. И, Нира, да, ты что-то хочешь? Тут просто про то, вот, как бы, этот вопрос будет уверенно намного позже. Ну, как бы, насколько действительно была угроза здоровья, да? И это про то... Сегодня, как бы, со студентами, ну, все так же. Я думаю, что писать заявление и считать, что... Я считаю, что для меня существует угроза здоровья и просить перевести меня на индивидуальный план. И если будет отказ на такое заявление, то дальше, соответственно, действовать как бы законными методами. То есть, я согласна, что в данной ситуации просто нельзя сказать, все, я ушел на карантин, потому что все так же, ну, это, как бы, достаточно произвольное решение. То же самое, что с родителями в школах, ну, как бы, но есть кодекс, семейный кодекс, где мы говорим, что да, мы отвечаем за своих детей, и мы говорим, что мы принимаем, как законные опекуны данного ребенка, решение не отправлять его в школу, потому что мы считаем, что есть угроза его здоровья, например. Но, опять же, это все-таки должно быть непроизвольно, а документально зафиксировано, и дальше я, на самом деле, не думаю, что сегодня на такие заявления были бы отказы. Не знаю, какие, ну, как бы, пока какие заявления были, какие заявления были от студентов. Я знаю, что там были какие-то массовые, типа, просьбы ввести карантин, но это немножко другое. Я думаю, что все равно надо в индивидуальном порядке пока что действовать, то есть писать индивидуально, что я ухожу на, прошу ввести для меня индивидуальное обучение. Да, спасибо, Энира. Был вопрос про нарушение прав пациентов, право на отказ от медицинских услуг. Ну, вот это, о чем говорил и Леша, и вот наш коллега, что в случае отказа от медицинских услуг, если вы при этом, ну, подтверждено, что вы болеете, да, то к вам могут быть применены какие-то меры насильственного ограничения, да, но в целом это регулируется, законодательство. Так, как сдерживать панику людей во время пандемии? Ведь сами люди начинают создавать беспорядки и дискриминацию. Я думаю, здесь нет простого ответа. Валдис? Я бы, наверное, опять повторил то, что я уже говорил, что государство, ну, как бы, если оно заинтересовано в том, чтобы сохранялась как-то более-менее стабильная обстановка, да, для того, чтобы минимизировать насилие и все остальное, риски для себя же, вот, то им стоит распространять доступную, точную и основанную, ну, адекватную, там, актуальную ситуацию, при этом сопровождать ее рекомендациями, при этом реагировать действительно. Ну, как бы, мне кажется, здесь очень большая ответственность государства, да, в первую очередь на том, чтобы эту ситуацию как-то более-менее сохранять, да, в балансе. При этом, мне кажется, очень большая роль здесь самих людей и, там, организации, инициатив, да, то есть сообществ людей для того, чтобы, ну, это момент для проявления вот этой, так называемой гражданской ответственности, да, о том, чтобы трезво оценивать ситуацию, не поддаваться панике, других не вгонять, то есть понимать ответственность за то, что ты говоришь и как ты себя ведешь, вот. И что еще? Один момент, наверное, который еще не был поднят, но, мне кажется, его тоже нужно озвучить, меня слышно, видно сейчас. Да-да, все хорошо. Вот, я словил себя на мысли о том, что момент, который, наверное, выпадает из фокуса во время разговоров о том, что нужно вводить карантин, но при этом, если у нас есть ситуация государства и стран, сообществ, в которых культура, уважение, достоинство, ненасилие слабо развито, да, то есть там, где очень... культ насилия все еще очень популярен и распространен, да, то ситуация с домашним насилием, в ситуации карантина, она может, как сказать, расти, да, то есть это может быть очень опасно, если до этого вы не учили людей и не практиковали спокойное времяпрепровождение, там, дома вместе со своей семьей, терпимости, как бы если не было механизмов, которые могут гарантировать, да, безопасность человека дома, то в ситуации, когда люди злые сами по себе, напуганные из-за медиа, плюс еще они находятся вместе в закрытом пространстве долгое время, что это такая зона, ну, пространство риска, да, вот, и это тот момент, который меня тоже беспокоит. Да, я думаю, что это тоже такая одна из, возможно, гипотетически потенциально уязвимых групп. Алексей, ты хотел что-то тоже по этому поводу сказать? Нет, я в целом по поводу этого могу только согласиться с Валдисом, по поводу мер, которые могут предотвратить панику, да, вот, право на информацию, мне кажется, здесь очень, ну, здесь ключевой момент — это своевременная, достоверная информация от государственных органов, да, от каких-то официальных источников. Ну, а вообще, не знаю, у нас там, когда у нас осталось много времени, мы еще поговорим про то, как может быть коронавирус, ну, и вообще вся эта ситуация поменяет, когда все закончится, как это все вообще поменяет нашу жизнь, и в целом, какие могут быть негативные последствия. Я думала, про позитивное, про позитивное будет в следующем выпуске. Я про все прекрасное, что приносит нам коронавирус, будет в следующем выпуске. Не, ну, про проблемы, на самом деле, да, кроме домашнего насилия, было еще, что в ряде стран действительно, ну, например, о запрете в Польше абортов, и теперь проблема того, что раньше люди ездили, женщины ездили в другие страны, там. Ну, в общем, есть еще такие, ну, это тоже частично про тот же митинг, ну, не туризм, это немножко другое, но, да, то есть... Ну, я думаю, да, что... Тут еще один есть вопрос, конечно, что делать правозащитнику во время карантина, я думаю, что это всем нужно мыть руки, меньше обниматься и самоизолироваться, вот. Ну, и, конечно, я думаю, что обязанность, наверное, даже немножечко правозащитников, это вот нести эту повестку, повестку важности, гражданской ответственности, гражданской солидарности, ну, и не впадать, конечно, в какие-то панические состояния, и не распространять какие-то вредоносные идеи по этому поводу. Ну, то есть, да, все как обычно, рок-н-ролл, права человека и мыть ее рук. Вот, и да, завершая, наверное, все-таки нашу встречу, Алексей поднял эту тему, я думаю, что, возможно, неплохая тема, может быть, каждый из наших спикеров и спикеров скажет пару слов о том, а что же нам все-таки, вот, как вы думаете, принесет вот это событие, этот коронавирус в области прав человека, что будет, когда это все закончится? Валдис, давай, ты первый. Ого, первый. Ты включил микрофон. Я был готов, я просто включил его, чтобы быть готовым говорить. Не знаю, если кто-то готов начать, то здорово, потому что я еще... Давайте кто-то, Энира, Леша. Я уверена, коронавирус принесет огромное количество жалоб в разные суды. Я уже говорила, что, например, суд Европейского Союза уже получил огромное количество исков по отмененным рейсам, потому что это сфера действия Европейского Союза. Ну, в общем, это так. Но на самом деле я про другое хотела. Потому что потом я отключу микрофон и выйду уже. Но на самом деле мы бы очень хотели слышать, что нам, как правозащитникам, лучше сделать для граждан. То есть вот мы обсуждаем уже определенные памятки или еще что-то, на какие темы нам надо дать какие-то советы. Это я так. То есть мы на самом деле бы хотели услышать это мнение. Пишите нам потом. Мы готовы работать над этим. Да, супер-супер идея. Если у кого-то есть какие-то, вот кто у нас в чатике, там осталось всего 45 человек, если есть какие-то мысли о том, что вот прям нам, как правозащитникам, не только нам, как белорусским правозащитникам, возможно, в принципе, нам, как правозащитному сообществу международному, разных стран, стоило бы сделать в связи с коронавирусом, если у вас есть какие-то запросы, обязательно напишите. Может быть, мы действительно что-то сможем придумать. Отличная идея мира. Супер. Кто-то еще готов высказаться? Алексей? Ну да, я не знаю. То есть у меня, к сожалению, в той специализации, которую я-то для себя выбрал, вопросы приватности, вопросы в том числе массовой слежки за гражданами, у меня, к сожалению, для вас плохие новости. Каждый раз, когда в обществе возникает больший спрос на безопасность, государство отвечает на этот спрос не, скажем так, не более продуманными мерами, в том числе мерами, которые позволят как-то сбалансировать безопасность и права человека, а отвечает, наоборот, урезанием, причем очень четким урезанием свобод и расширением полномочий государства. И сейчас на это есть спрос. То есть то же, что мы наблюдали после 11 сентября, то же самое, что мы наблюдали после всплесков каких-то туристических атак, спрос на безопасность. Сейчас это будет спрос на безопасность в том числе от таких вспышек. То есть будут создаваться системы все большего и большего контроля, и люди будут это принимать. С этим можно смириться, с одной стороны. С другой стороны, нам точно нужно отслеживать каждый из этих случаев, каждый из этих систем и пытаться делать их более прозрачными, чтобы понимать, как они используются, и в том числе не используются ли они как-то не в тех целях, ради которых они разработаны. То есть вот эта ситуация антиутопии, при которой каждый наш шаг будет мониториться, и в том числе нам будут говорить, что если вдруг кто-то из вас заразится, то мы можем быстро установить источник заражения именно благодаря таким мерам. Ну что ж, нам, наверное, нужно будет как обществу для себя решить, готовы ли мы на такие жертвы пожертвовать нашей приватностью, свободой передвижения и так далее, для того, чтобы дать государству еще больше полномочий по контролю за каждым нашим шагом. Нас ждут непростые времена. Спасибо, Алексей, за оптимистичный прогноз. Валдис, если у тебя что-то сказать по этому поводу, скажи что-нибудь хорошее. У меня есть надежда. Ну, как бы, тревога и надежда — это вот тоже действительно постоянно чувствую и ощущаю, в том числе на фоне того, что сейчас происходит в обостренном формате таком. У меня есть множество тревог, но сейчас я бы про надежды сказал. У меня есть надежда на то, что этот урок, условно, да, он спровоцирует у большего количества людей запрос и, скорее, такое более требовательное отношение к государству и к учреждениям, институциям государственным, на то, чтобы они заблаговременно, чтобы они более транспарентно работали, более открыто, чтобы они, чтобы было предусмотрено системы помощи, поддержки людей, особенно уязвимых категорий, групп людей, на то, что у людей появится действительно запрос на больший контроль за тем, что делает государство, как оно это делает, больше, возможно, появится желание более осмысленно относиться к реальности, да, и к информации, проверке информации, в том числе, мне кажется, это тоже хорошие уроки, потому что очень много идет фейк-ньюс, вот. И, в том числе, я очень надеюсь, что у государств и у государства Беларуси, в частности, появится понимание, что для того, чтобы минимизировать агрессию в обществе, да, и панику, и какие-то там проявления дискриминации, и насилие по отношению к другим, что они начнут больше уделять внимания и ресурсов на то, чтобы были какие-то образовательные программы направлены на это, в том числе на гражданскую самоорганизацию, да, на мобилизацию, которая будет помогать справляться с этими вызовами. Какие-то такие надежды? Спасибо, Валдис. Ну, я, наверное, добавлю только то, что меня радует в ситуации любого, любого, наверное, кризиса, всегда появляется очень сильное, большое пространство и сильное движение по самоорганизации. Во многих странах мира мы видим эти движения, когда люди помогают пожилым ходить в магазин, там говорят, оставайтесь дома, мы сами за вас сходим, когда люди говорят, ну, давайте мы вас подвезем, пишите мне, чтобы не пользоваться транспортом. Меня очень радует то, что все-таки еще есть место и пространство для этой солидарности, и жаль, что оно проявляется в моменты таких очень сильных каких-то кризисов, но, возможно, это нас будет в дальнейшем немножечко обучать и тренировать нашу солидарность. Вот, и я надеюсь, что, да, эта история с пандемией нас все-таки научит немножечко быть человечнее друг к другу, проявлять солидарность, общаться с родными чаще, быть дома, не знаю, играть с детьми и так далее. Вот, а в плане прав человека, к сожалению, у меня нет радостных новостей, потому что я думаю, что такие страны, как Беларусь, Россия, Казахстан, может быть, Украина тоже, эта ситуация откинет немного назад, потому что у людей сейчас выйдут на первый план какие-то истории про здоровье, про свою физическую, экономическую безопасность и так далее. Но когда-то все вернется, в общем-то, на круги своя, и я думаю, что мы, как правозащитники, тут точно не должны сдаваться, показывать пример и показывать то, как должно работать гражданское общество. Вот, и демократические процедуры, да, то, о чем говорил Валдис, у граждан должен быть на них запрос. И только так, я думаю, что мы сможем хоть как-то влиять на транспарентность, на то, что делает государство. Вот, я была очень рада со всеми поговорить, увидеть и услышать всех, кто сегодня принимал участие в нашем звоночке. Спасибо и Нире, и Валдису, и Лёше, что присоединились. Если у кого-то будут какие-то вопросики, комментарии, ответы, все что угодно, пожалуйста, пишите нам на почту, у вас у всех есть наш адрес, в Facebook, вообще где угодно, мы всегда открыты. Вот, так что спасибо, хорошего вечера, мойте руки, вот, Хьюмон Константа вас любит и заботится. Всем пока. Пока-пока всем. Субтитры сделал DimaTorzok